Приветствую вас! Вам для начала нужно определить, чего вы хотите. Для себя. То есть, понимаете, вот эта вот идея о том, что... Что вам обязательно нужен... Мужчина, да? Вот. Идея о том, что вы не хотите его терять и так далее. Эта идея не совсем хорошая и качественная для отношений, по крайней мере. Потому что у них получается, что вы чересчур зависимы от человека. Вот. А чересчур зависимость, чрезмерная зависимость, да, она, ну... Как бы не дает ничего хорошего вам. Вот. Знаете? Какая ссора. Ага. Поэтому мне думается... Мне думается, что для начала нужно подумать о том, что вы хотите именно вы. для себя. В этой... В этой ситуации. И как... Вы... Реализовываете... Свои желания. Знаете? Свои желания. Свои желания. Свои желания. Это... То, что нам нужно. А дальше... Дальше... Уже... А... Потом... Вы уже можете, в принципе, действовать, исходя из того, что вашему мужчине нужно. Ему не вам. Ладно? Он ушел. Значит, да, так он хочет. Так... А... Сейчас... А ну... Так, сейчас ему лучше. Его нужно оставить. Ага. Значит... Его... Его можно и нужно оставить. Понимаете? Понимаете? Вот. Так... Так... Оставьте его. Пока что. И подумайте, для чего... Для чего он нужен вам? Почему вы не хотите его терять? Как вы... К нему относитесь? Как вы его воспринимаете? Что вы... Для себя... Чувствуете? Ну... Что вы чувствуете? Когда... Грубо говоря... Понимаете, что он ушел? Почему вы не хотите его терять? Какова ваша личная заинтересованность в том, чтобы его не потерять? Что он дает вам? Насколько это соотносится с любовью? Понимаете, Настя? Вот это нужно определить... Отделить одно от другого. Вот. Вот. Ведь может быть так, что и причины... Причины никакой нет. Вообще нет причины для того, чтобы сам родился. Человек просто не хочет с вами быть. И все. Вот вы говорите, что обиделся, не разговаривает со мной. Ну... Если... Вы ничего не делали... Чтобы он обижался. Да? Если вы реально ничего не делали... Значит, мужчина сам использовал какой-то надуманный повод для того, чтобы выйти из ситуации, в которой мы до конца. И вы не можете принять в силу выбор. И это уже вопрос скорее к вам, нежели чем к нему. Поэтому ответьте себе на вопрос. Вы хотите... Вы хотите... А... Вернуть его... Для чего? Вы хотите вернуть его, чтобы что? Зачем? Нужно снизить градус мотивации... Вернуть... Его вернуть. И повысить уровень направленности на него. Чтобы он видел, что вы думаете о нем. Чтобы он видел, что вы... Нацелены на него. И хотите, чтобы было лучше ему, а не вам. А вернуть вы его хотите для себя. Может быть, именно это ему и не понравилось. То, что вы и теористы в нем нуждаетесь. И это... Накладывает на него дополнительную ответственность. Ответственность. Которая... Ему... Либо тяжела. Либо неприятно. Вот. Понимаете? Вот так. В целом, я думаю, что... Необходимо. Если вот конкретно говорить про то, что... Что делать, чтобы его вернуть. Да. То, в целом, нужно... Ааа... Конкретно. Выйти на такой уровень... Чтобы ему было комфортно. То есть, не хочется разговаривать. Пусть не пусть не разговаривает. Просто периодически ему пишите. Интересуйтесь, как у него дела. И... Начинайте общаться. Начинайте общаться на том уровне, на как он ему комфортно. Иначе, если вы не будете уважнять те границы, которые он возвел. Это еще больше его оттолкнет от вас. Вот и все. И чем больше вы это делаете, тем больше он понимает, что вы действуете ради себя, а не ради него. И это его еще больше отталкивает. Вот. Еще раз, Настя. Вам нужно понять, чего хотите вы. Сами. Что вам нужно в этой ситуации. Как лично вы заинтересованы. Что составляет вашу мотивацию его вернуть. Почему вы... Почему и уверены ли вы в том, что если он вернется к вам, он будет счастлив. Ведь он уже ушел. Значит, он не жертв. Готовы ли вы отпустить человека, если он будет счастливее без вас. И что вы при этом будете чувствовать. Чувствовать. Вот. Об этом нужно подумать. Понятно? Вполне возможно, что у вас имеется просто недостаток людей. Недостаток людей. Которыми вы могли бы чувствовать себя сами собой. И на этом мужчине вы излишне зациклены. Таким образом. Но это все можно скорректировать. Это все можно поправить. При желании, конечно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. А я приятный Wall Street. Продолжение следует...